Доброго дня, друзья и подписчики! Слава Украине! Слава ЗСУ! А сегодня у нас речь пойдет о новинке от компании Вайстарт. Модель называется ЛК5021. Это реинкарнация старой модельки 5021, которая шла у нас с железкой 440С. А здесь у нас небольшие изменения по клинку и железка идет VG10. По словам случае, это практически тот же самый нож, за исключением вот именно железной части. Та же самая рукоятка, рассветка, те же самые несколько цветов. На момент, когда мы его заказывали, был только вот этот синий с черным. Клипса глубокой посадки также идет, как и раньше, на одном винте в пазике. Клипса средней жесткости. Да, может чуть-чуть даже жестче, чем средняя. Отлично пружинен, отлично придавливает. Такая, как бы, нормально нужно усилие приложить, чтобы ее, как бы, разгибать. Поэтому на кармане будет сидеть вообще офигенно. Как вы видите, здесь у нас в рукоятке классно сделали паз. В паз вставили клипсу и сверху винтом. Залетает на карман просто как сыр по массу. Легко и непринужденно. С помощью одной только руки не нужно дополнительно использовать вторую руку. Как бы и заходит, и с кармана сходит тоже легко и просто. Бэкспейсер из G10. Накладки из G10. Таким вот двухцветным. Да, сатинированная клипса классическая. Бэкспейсер с темлячным широким отверстием. Можно использовать такие достаточно толстые веревки. Классический плавник. Это у нас флипер. Та же самая офигенная механика. Обусловлена подшипниками в осевом узле. Ну, ё-моё, это же надо было сигналки включиться. Продолжаем. Механика отличная. Подшипники в осевом. Подшипники в обойме из цвет меда. И шариковые подшипники. Вот, надеюсь, вы видите. Замок лайнер лок. Облегчение с одного лайнера. Противоположного от замка. И даже на этом лайнере. Вот здесь немножко видно. Есть облегчение. Здесь большое и здесь. Это позволило ножу иметь вес 122 грамма. При габаритах общих 220 миллиметров. И клинке 98 миллиметров. То есть, такой достаточно длинный нож с большим клинком. И по самому клинку. Логотип компании Vice Start. Сатин финиш клинка поперечный. Спуски от 1,4 от обуха. Попрямые и сведения у нас в 0,35. Классно, ребята, свели. Просто пушка. В предыдущей версии клинок был просто без каких-либо отверстий классических. Здесь у нас отверстия. И железка VG-10. И твердость ее 59,61 единиц. Заявляет компания Vice Start. Насечки на обухе. Насечки не длинные. Как бы, ну, такие достаточно цепкие. Так, что еще хотел сказать. А, можно ли открывать за насечки. Да, я сам удивился. Вернее, не за насечки, а за отверстие в клинке. Легко и непринужденно. За насечку, которая побольше. И даже за насечку, которая потоньше. Потоньше можно со щелчком клацать. Единственный момент, что фаски внутри этих насечек, вернее, отверстий вообще не сняты. То есть, они острые. Это как минус, так и плюс. Минус, что чувствуется, когда вы открываетесь, открываете острота. В принципе, больше ни на что это не влияет. При резе любых предметов, как бы, насечки эти до одного места. Если вы любите открывать чисто заплавник, флипует, как бы, все равно, какие фаски в отверстиях. Но, я прикинул, что если бы фаски не были сняты в отверстиях, то было бы достаточно сложно открывать. Он бы не цеплялся, он бы слизывался. А за счет того, что здесь острый угол, тканюха кожи зацепляется нормально, как бы, сразу. Да, она не скользит, поэтому открыть без труда получается. Вот такие вот дела. Такой вот прикольный ножик, как по мне, большой. И за свои деньги с железкой VEG-10 стоит очень и очень приемлемо. Надеюсь, обзор был полезен и интересен. Кому понравилось, ставим лайки. Обязательно подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Все ссылки будут под видео. И, естественно, прямая ссылка на ножик будет в магазин тоже под видео. Всем хорошего настроения, удачи и пока!